В республике продолжается подготовка к 75-летию Великой Победы. Сегодня на организационном комитете определились с местом проведения парада. Мы все-таки пришли к мнению, что парад нужно проводить на площади республики. Трибуны для ветеранов и приглашенных лиц решено разместить со стороны Чувашской сельхозакадемии. Движение техники парадного расчета начнется с улицы Богдана Хмельницкого по Гагаринскому мосту и по проспекту Ленина. Маршрут движения Бессмертного полка на этот раз будет организован с улицы Композиторов Воробьевых, продолжится на улице Ярославская до Речного порта. Парад в этом году планируется очень масштабный. Для участия в нем пригласят ветеранов со всей республики. Для них временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев обязал организовать комфортную транспортировку и сопровождение. Те ветераны, которые не смогут по состоянию здоровья присутствовать на параде, также не останутся без внимания. Предлагается взять практику, которая есть в ряде уже городов на территории страны, когда парад приходит к самим ветеранам. Это может быть парад школьников, парад студентов, это может быть выступление духового оркестра под окнами ветерана. К 9 мая в республике планируется осуществить проект «У Победы есть имя». На улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, будут установлены информационные стенды. Богдана Дойникова, Алина Сусметова, Павел Редков, Республика.